Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на фейк о том, что якобы Украина поставляет Азербайджану фосфорные бомбы, которыми затем бомбят Нагорный Карабах. Об этом глава государства написал в Телеграм, реагируя на обвинения от приятеля российского кинорежиссера армянского происхождения Сарик Андресяна. Недавно Сарик Андресян опубликовал пост у себя в Инстаграм, где он обвинил Зеленского, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе. «У меня много друзей-украинцев, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история, хотела бы сказать, что Крым наш», написал Андресян. В ответ Зеленский назвал это российским фейком и пропагандой. «Понимаю, Сарик, что это действительно болит и жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война, и что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так только. Но точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально лжет. Но тебя не понимаю абсолютно, потому что Украина никогда никуда не поставляла никаких фосфорных бомб вообще. Особенно в местах, где уже горячо и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то геополитически порешать», – написал президент Украины. Также Зеленский возмутился тем, что обвинение в причастности к войне в Карабахе он услышал от близкого человека. «Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично. Или нет», – написал он. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов, и посоветовал армянам чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой. «И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос. Где же ты был, когда война пришла в Украину, и когда гибли наши дети, когда гибли граждане Украины армянского происхождения, а их ни один и ни два, а десятки? Что ты лично сказал тогда против агрессии?» – ничего, пояснил президент Украины.